Сегодня под личным руководством Владимира Путина прошла внезапная проверка боеготовности сил ядерного сдерживания. Верховный главнокомандующий, министр обороны и начальник главного оперативного управления Генштаба наблюдали за происходящим на нескольких полигонах в режиме реального времени по видеосвязи из ситуационного центра в Кремле. Боевые расчеты соединений ракетных войск и артиллерии Центрального и Южного военных округов выполнили пуски четырех тактических ракет «Искандеры.У» по учебным целям на полигоне «Капустин-Яр» в Астраханской области. Учебные цели, находящиеся на расстоянии более 100 километров от стартовых позиций, успешно были поражены. Также подразделения войск воздушно-космической обороны на полигоне «Капустин-Яр» отразили массированные удары сломного противника в Астраханской области. Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» прикрывали район в условиях сложной обстановки. Во время стрельб уничтожено более 15 ракет-мишеней, имитирующих цели на разных высотах и разных страстях. Из подземной шахты на полигоне «Ясный» в Оренбургской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Вывода». Это одна из самых мощных ракет в мире. Ракету запустили, чтобы подтвердить ее летно-технические характеристики. Это необходимо, чтобы продлить срок эксплуатации комплекса еще на год. Учебные блоки ракеты поразили условные цели на Камчатском полигоне. Заместитель командующего РВСН Сергей Пороскун, который наблюдал за запуском, оценил действия расчетов на отлично. А на полигоне «Сары-Шагал» в Казахстане расчет войск воздушно-космической обороны произвел пуск противоракеты ближнего действия. В результате система «Про» успешно поразила условную цель, которая имитировала баллистическую ракету противника.